Глава четырнадцатая. Джерри попадает в интеллигентное общество, и ему выделяют собственную постель. Несколько лет назад в Хантерском университете был профессор литературоведения Уолтер Эрвин Пек, большой слабостью которого было писать стихи и помогать бедным писателям. Он опубликовал поэму Азимандиада, в награду за которую ему достались десять долларов и прозвище Американский Шелли. Уолтер Эрвин Пек стремился ввысь к неземным высотам, но в конце концов незаметно опустился вниз, рюмка за рюмкой. Университет был источником знаний, у которого жаждущие учились пить. Американский Шелли потерял свою кафедру и пробудился к действительности в Бауэре. Те, кто любил его, дали ему новое прозвище — бродяга из Бауэре. В те времена, когда мир завоевывали короткие юбки и стрижка под мальчика, Максуэлл Боденхейм занимал господствующее положение в литературной жизни благодаря своим заумным стихам и обличительным романам. Ему присудили большую литературную премию и прозвали Американским Золя. Он тоже стремился к неописуемым высотам, а оказался в самом низу, рюмка за рюмкой. Он пел в сточных канавах на улицах Гринвич-Виллинджа о нетленности жизни и просил наводку у милосердных людей, нося на рукаве желтую повязку «Я слепой». Из артистической трущобы Гринвич-Виллиндж он переселился в трущобу Бауэре. Те, кто его любил, дали ему прозвище «писатель». Выдающийся характерный актер немого кино Джон Фитт Джеральд был мастером мимики, у которого малейший трепет мускулов лица говорил больше, чем длинная реплика. В двадцать пятом году ему дали прозвище «человеку, которого тысяча лиц». Он стремился ввысь, но нечаянно сорвался вниз. Его слабый, немного сепловатый голос плохо ложился на пленку. И началось падение, рюмка за рюмкой. Он вернулся из Голливуда в родной город Нью-Йорк, заблудился в артистических трущобах Гринвич-Виллиджа, а оттуда в один прекрасный день переехал в Бауэре, где познакомился с бродягой и писателем. Те, кто любил его, дали ему прозвище «змея». Американский немец Борис Минвегин 35 лет стал профессором психологии в Эннском университете. За серебристо-седую шевелюру он получил прозвище серебряная голова. У него была слабость брать пример с выдающихся фигур общественной жизни, конгрессменов, сенаторов, кинозвезд. Его изречения «и животные тоже смеются, поскольку человек постоянно дает им для этого повод» привлекло большое внимание в 49-м году, и он попал в черные списки. Через год он опубликовал в психологическом журнале статью, в которой полемизировал с известными биологами, сказав, между прочим, «формулировка биологов – человек и стоящие ниже его животные – необъективна, поскольку классификацию проводил человек». За эту статью его из черного списка перевели в список подлежащих увольнению с волчьим билетом. Десять месяцев назад обнаружилось, что он чудовищно обманул свою жену, выдав себя за высокооплачиваемого каменщика. За такой аморальный поступок его тотчас уволили как человека, недостойного быть воспитателем юношества. Он начал шаг за шагом спускаться по наклонной плоскости. Алкоголь не сыграл никакой роли в том, что он докатился до трущобы Бауэре, где случайно познакомился с жителями подвала двухэтажной деревянной халупы бродягой-писателем и змеей, которые приютили его и дали возможность ночевать лежа. Те, кто любил его, дали ему прозвище Боба. Джек Лондон создал когда-то образ лондонского Ист-Энда. Если бы он пожил года два в нью-йоркском Бауэре, он не поехал бы в Лондон искать материал. Бауэре — величайшая в мире трущоба. Последние лучи заходящего солнца еще отражались в тихо струящейся воде реки Гарлем. Воздух внезапно стал холодным. Зябкие старики, сидевшие в переулках, искали убежище под крышей. Но ребятишки продолжали свою беспечную возню на черных дворах и на берегу. Тихий прибой национальной недели смеха немного стыдливо ударялся о берега Бауэре. С реки поднимался запах ила, гнилых водорослей и сточных вод. Несколько удильщиков сидели на лодочной пристани, поджидая, не клюнет ли рыбешка. Какой-то молодой человек, вернувшийся к естественной бедности, сидел на перевернутом ящике, пристально глядя на бегущую воду. Время от времени он наклонялся над записной книжкой и пытался заставить жизнь течь по бумаге. Он бежал от действительности в обманчивый мир поэзии. Полицейская радиофицированная машина крейсировала по узеньким переулочкам и призывала жителей трущобы уважать законность. Затем она направилась к площади Ривера-Веню, где местный комитет содействия национальной недели смеха бесплатно раздавал сосиски с булочками. Благородным делом руководил пожилой католический священник. Ему ассистировали четыре молоденькие монахини. Какой-то коленастый детина не захотел стоять в очереди, протискался прямо к котлу, из которого шел ароматный пар сосисок, и крикнул священнику. — Эй, приятель, мне надо поскорей, у меня жена при смерти. В очереди послышались недовольные возгласы. — А ты к нам в церковь ходишь? — спросил священник, запихивая разваренную сосиску в зияющий разрез булочки. — Сейчас нет. Ну, вообще-то, когда-то я, конечно, ходил. Моя жена и сейчас, наверное, ходит. — А молитву отче наш знаешь? — осведомился ревностный брат во Христе. Детину почесал давно небритый подбородок и сказал. — Я ее позабыл, но жена-то наверняка знает. Священник, все еще не отдавая булочку с сосиской, сказал отеческим тоном. — Если ты повторишь теперь за мною отче наш, я дам еду тебе и больной жене твоей. Ну, говори, отче наш. Детина ошарашенно посмотрел на священника. — Это означает то же самое, что наш отец? — Да, конечно. — То есть мой и твой, наш общий отец? — Именно так, наш отец. — Щетинистый подбородок верзил и весело затрясся. Парень оглянулся на своих соседей по очереди, подмигнул крутко улыбающимся монахиням и, наконец, поглядев опять на доброго священника, воскликнул в совершенном восторге. — Черт побери! Так мы же с тобой выходят братья! Он выхватил у священника булку и весело зашагал к реке, где вечернее солнце гасило в воде свои последние замирающие отблески. Над Бауэри, как черное покрывало, опустился вечер. По узким закоулкам брели, пошатываясь пьяные, стремясь уйти подальше от действительности в мир воображения и иллюзий. Откуда-то доносился отчаянный плач ребенка и вопли женщины, за счет которой, на терпевшийся унижений, глава семьи пытался повысить свой авторитет. Далеко в небе пламенели огни Бродвея и Радио Сити. Писатель затопил чугунную печурку, которую интеллигентное общество подвала называло жадным попом, и засвидетельствовал, что обществу необходимо срочно раздобыть уголь. Бродяга ничего не сказал на это, а змея прошипел. — Лучше переселиться в другое место. Он жил в доме, который не принадлежал никому. Он даже не значился на планах Бауэри. Его хозяин был кипичным босиком, о наследстве которого никогда не будут спорить. Он гордо носил прозвище ангел, пока, наконец, не переселился к ангелам восемь лет назад. Впоследствии его домом завладели другие босики. Жильцы приходили и уходили, героически воевали с клопами, тараканами и крысами и оставляли отпечаток своей индивидуальности на кухне и на стенах имевшейся против дома уборной. В подвальное помещение с самого начала было отведено под мастерскую по ремонту обуви. Но так как для работы комната оказалась слишком холодной, то ее использовали под жилье. Змея нашел ее совершенно случайно в прошлом году, и с тех пор она дала приют бывшему профессору, бывшему писателю и бывшей кинозвезде. Полгода назад интеллигентное общество пополнилось Борисом Менвегиным, так что для пополнения мебели пришлось раздобыть несколько пустых упаковочных ящиков дополнительно к имевшимся ранее. Комната не была похожа на те красивые жилища средних американцев, цветные фотографии которых помещали журналы. Это было обычное жилище в Бауэре, отапливаемое чугунной печуркой. Железная дымовая труба была выведена наружу сквозь стену, а в качестве склада угля служил ящик для перевозки пианино, притащенный откуда-то и установленный у самого входа. Жильцы не имели ни автомобиля, ни холодильника, ни телевизора, ни электрического утюга, ни облагаемых налогами доходов. Они не пользовались также кредитом или рассрочкой в магазинах пятой авеню и не носили золотых искусственных зубов. Они не увеличивали национальный доход и не уменьшали безработицу. Кроме своих гражданских прав, они сообща имели один длинный стол, немножко постельного белья и сковороду, а каждый в отдельности свои личные мнения, увлечения и мечты. В комнате была жилая атмосфера. Бродяга перелистывал толстый журнал, найденный им где-то в мусорном ящике. Писатель разжигал печурку, а змея сидел в своем углу и штопал носки. Из топки вырывалась едкая горечь антрацита и облака сажи. Три бежавшие от действительности человеческие души стремились укрыться, каждая в своей оболочке. Наконец, молчание нарушил бродяга. Он нашел в журнале подходящую тему для разговора. «Здесь интересная статистика, ребята. В Америке за истекший год было избрано более семнадцати тысяч королев красоты. Кто еще посмеет утверждать, что в наших жилах не течет голубая кровь?» Писатель презрительно усмехнулся, а змея прошипел. «Это значит, что миром правят женщины. Что думает писатель по этому поводу?» Писатель, отойдя от печки, пересел на скрипучее плетеное кресло, вытер слезившиеся от дыма глаза и ответил тихим голосом. «Я не вижу в этом ничего дурного. Это только указывает на тоску людей по-прекрасному. Моя первая жена тоже была королевой красоты». «И ты скрывал это от нас», заметил бродяга. Змея состроил гримасу, и тут взоры друзей обратились к двери. Вошел Боба в сопровождении Джерри и соответствующим образом представил его. «Джерри только что прибыл из Европы», заметил психолог, бросая на стол бумажный кулек, в котором находилось святое причастие для всего интеллигентного общества. Писатель и бродяга спешно стали исследовать содержимое кулька, но змея не двинулся с места. Окинув Джерри подозрительным взглядом, он спросил немного насмешливо. «Ты тоже из тех стипендиатов, что приезжают сюда пялить глаза на небоскребы и восхищаться парадностью актовых залов университетов?» «Джерри прибыл как переселенец», ответил Боба. «И прямо в Бауэре», — засмеялся змея. «Не совсем прямо», — проговорил Джерри. «Ты сносно говоришь по-английски. Ты где учился?» «В школе и в Англии». «И неужели ты англичанин?» «Нет, я фин». «Трам-тарарам! Я знал в Голливуде одну финку, Марион Никсон». «А я познакомился однажды с финским литератором», — сказал писатель. «Я его встретил в Новой Англии. В кабаке, разумеется. Имя его было Конрад Лихтемяки. Но поскольку он не знал языка этой страны, то нам пришлось пить». «А для чего же пить?» — спросил Боба. «Это было единственное средство, чтобы оказаться на одном уровне. Некоторые имеют привычку жаловаться на несчастную семейную жизнь и пить с горя. Другие пьют и без этого. Человек всегда стремится подняться повыше. И если алкоголь предлагает тебе лестницу на небо, почему бы не воспользоваться ею?» Писатель вопросительно посмотрел на Боба и прошептал. «Получил что-нибудь». Боба покачал головой. «Мне везет. Сколько я не ходил с твоей желтой повязкой на рукаве, люди посылали мне только улыбки. В эту неделю нищих на улице поднимают насмех». Боба достал из кармана желтую повязку и отдал ее писателю. Тот молча сел к столу и тихо начал жевать принесенные Боба хлеб и копченую селедку, которую психолог достал у одного лавочника после долгих объяснений, оставив в залог свою авторучку. Другие тоже сели за стол с довольно грустными лицами. Змея, все еще косо поглядывая на нового жильца, спросил. «И что ты собираешься делать на новой родине?» «Еще не знаю», — смиренно ответил Джерри. «Надо бы найти какую-нибудь работу». «Джерри по профессии учитель», — заметил Боба. «Очень жаль», — воскликнул бродяга. Писатель сказал, внимательно вглядываясь в лицо Джерри и оценивая его довольно приличный внешний вид. «Наша страна испытывает острую нужду в учителях. В настоящий момент требуется сто пятьдесят тысяч новых учителей. Я верю, что у тебя имеются возможности». Змея выразил свою мысль мимикой и словами. «Исключительно большие возможности». Джерри вздрогнул, и его лицо приняло натянутое выражение. «Пусть тебя не смущают его слова», — сказал Боба беспечно, похлопав Джерри по плечу. «Он ведь не назывался бы змеей, если бы язык его не был так ядовит. А сейчас он просто зол, потому что на столе копченая селедка, которую он ненавидит. Пища вызывает у него слишком сильные эмоции. По аналогии чувств отвращения к селедке порождают у него тошнотворные ощущения. Но начинается очередная лекция», — перебил его змея. «Немножко эстетики, немножко поэзии и немножко психологии. Так и нищета покажется блаженством и ад раем». «Ты прав, Джон», — сказал Боба. «У горбатого все горбатое. Но, по счастью, не все люди горбаты. Твоя злоба и горечь исходят от ощущения неполноценности. Ты ненавидишь звуковое кино, которое отняло у тебя хлеб. А теперь ты ненавидишь хлеб, который кто-то другой принес на стол. Ты видишь вокруг себя одну только нищету, и все равно ты испытываешь страстное желание убежать от нее. Твои мысли образуют нападающие и оборонительные механизмы. И все-таки ты мог бы спастись бегством». «Куда?» «В мир воображения. Каждый человек, страдающий чувством неполноценности, создает в себе новый мир, в котором нищета прекрасна, и ад становится раем». «Ты прав, Боба», — сказал писатель. «Я всегда был того мнения, что прекрасная иллюзия лучше жестокой действительности. Мечтатели всегда равноправны». Змея рассмеялся леденящим хохотом. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» «Равенство бывает только на кладбище, в стране умерших или в саду тления, как выражаются поэты. Я прожил 56 лет и никогда еще не видел равенства между живыми. Вздор все это!» Бывший киноактер подкрепил свои слова и мимикой, и жестом. Затем он устремил свой впивающийся взгляд на Джерри, но тот промолчал. Психолог продолжал свой процесс рассечения и анализа. — Слушай, Джон, мы знаем, что ты зол на все и вся, поскольку звуковое кино прекратило как твое, так и Джона Джильберта хорошо обеспеченное существование. Ты должен быть злым, ибо по учению о типах ты представляешь собою злонаправленный тип остеника. Мой учитель Юнг сразу же сказал бы, что ты интроверсивный тип, вечно недовольный существующими условиями и всегда готовый к нападению. Если я скажу, что эту неделю каждому американцу следует улыбаться, ты немедленно займешь противоположную позицию и начнешь отзываться презрительно об общественном мнении и о чувстве стадности. Если бы, допустим, завтра умер Бинт Кросби и Америка объявила национальный траур, ты первый наверняка весело засмеялся бы, мол, наконец-то прекратил свое мяуканье голливудский кот. Бродяга и писатель прыснули со смеху, а змея стиснул зубы. Кожа вокруг его глаз стянулась тысячей мелких складочек, и он попытался перейти в контрнаступление. Я ни одного дня не занимался психологией. Я боюсь книг, потому что тысячи людей заучились до глупости. Единственная книжка, которая доставляла мне удовольствие, была чековая книжка, но ее я не держал в руках уже одиннадцать лет. Хотя я и не набрался книжной мудрости. Осмелюсь, однако, утверждать, что национальная неделя смеха — это ловкий рекламный трюк торговых палат и коммерческих предприятий нашей страны, придуманный для того, чтобы драть деньги с бедняков, да и прострясти банковские счета богатых. Я не имею ни малейшей причины для смеха. Если же какой-нибудь парень, поющий песенки, отправится на тот свет, не стоит проливать слезы, потому что через минуту на его могиле будут плясать два миллиона таких же парней, поющих песенки. Ты совершенно напрасно стараешься втиснуть меня в рамки какого-то типа. Я всего лишь обыкновенный безработный актер, который пытается найти выход из трудных обстоятельств жизни при помощи пробочника и держится за бутылку мертвой хваткой. Вы все трое, этого нового товарища я еще не знаю, слепы, безнадежно слепы. Вы не видите собственного унижения и живете в лунном сиянии фантазии. Вы глупцы, величайшие в Бауэре глупцы. У вас нет ни капли достоинства. — Довольно, Джон, — воскликнул бродяга. — Мы вовсе не хотим с тобой спорить. Ты повсюду видишь только врагов, ненавистных и презренных врагов. А тебе следовало бы знать, что и врагов надо любить, потому что они указывают на твои слабости честнее и вернее, чем друзья. Бродяга встал из-за стола и многозначительно посмотрел на писателя. — Мы с Максвеллом отправляемся в Радио-Сити, — сказал он кротко. — Впереди долгая ночь, а у нас нечем настроить наши струны. Писатель Максвелл Боденхейм достал из кармана повязку слепого, которую бродяга тут же надел ему на руку. Затем писатель закрыл глаза черными очками, взял в руку выкрашенную белой краской палку и вышел, опираясь на руку бродяги. Когда дверь закрылась, змея с горечью произнес. — Можно ли всему этому улыбаться, Боба? — Писатель и бывший профессор литературовед идут в Радио-Сити просить милостыню. — Тысячи чертей! — Не бери ты чертей тысячами, — сказал Боба спокойно. С психологической точки зрения в этом нет ничего особенного. Писатели-бродяга лишь подчиняются известным влечением. Они думают не столько о смысле и последствиях пьянства, сколько о том минутном удовольствии, которое дает алкоголь в ближайший момент. — Хорошенькое объяснение пьянства! — воскликнул змея. — Нет, я вам скажу, ребята, что скорее буду воровать, чем побираться. — И в один прекрасный день попадешься, — ответил Боба. — За тобой уже следят. Змея ничего не ответил. Он неспеша надел свое пальто и старую дырявую шляпу и вышел. — Я пойду повидать одного знакомого, — сказал он не очень определенно. — Приятеля выпустили на днях из Синг-Синга. Джерри и Боба остались вдвоем. Хиропрактика глядел комнату и почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. — Джон Фитджеральд — очень тонкий тип, — сказал немного погодя Боба. — С первого взгляда он производит впечатление сварливого квирулянта. Но в глубине души он добрый человек. Внутренняя неуверенность делает его агрессивным. Неужели у него нет возможности получить хоть какую-нибудь работу? Кто знает, но он хочет работать только по своей специальности. По его мнению, даже эпизодическая роль лучше постоянного куска хлеба. Он не понимает, что цель умственного и физического труда — одна и та же приспособление к внешней среде. Но он не единственный представитель этого типа. В артистической трущобе Гринвич-Виллидж имеются тысячи артистов, жизнь которых основана на таком же противоречии. Один за другим они впоследствии переселяются в Бауэри, где становятся босиками или бродягами Хоба. Человек опускается постепенно. Джерри быстро взглянул на своего собеседника. Действительно, человек скатывается постепенно. Профессор Менвегин не замечал, что и сам он уже скатился. И до дна был только один шаг — длинный, скользящий по наклону, но всего лишь один шаг. Джерри захотелось обратно в Бруклин. Он принял молчаливое решение. «Если не сумею завтра же найти работу, вернусь к жене». На лестнице послышались шаги, дверь медленно отворилась, и в комнату вошел господин средних лет с треугольным лицом и тонкими пальцами пианиста. Он извинился за позднее вторжение и гладко, без запинки заговорил. «Если не ошибаюсь, вы постоянные жильцы этого дома, господа, не так ли? Мое имя Харрис Клейн. Вы, наверное, знаете меня. Меня хорошо знают все жители Бауэри. Вы также, я полагаю, знаете, в чем дело, не правда ли, господа?» «К сожалению, мы не знаем», — ответил Боба. «Если вы рассчитываете найти здесь ночлег, то ошибаетесь». «О, нет, сэр, дело совсем не в этом. У меня есть собственное жилище. Но я нуждаюсь в вашей поддержке, господа, иначе говоря, в ваших голосах». «Вы говорите безукоризненно правильным языком», — сказал Боба, «И все-таки я не понимаю, что вы имеете в виду». Господин подошел поближе, и лицо его засияло откровенностью и великим оптимизмом. «Прошу прощения, господа. Я был действительно убежден, что вы меня знаете. Вам ведь известно, что все общественные должности у нас выборные и что при выборах имеет место всеобщее голосование. Ведь у нас демократия, не так ли, господа? Если вы слушаете радио, простите, у вас, по-видимому, нет даже радио, или читали газеты, или хотя бы взглянули на большие предвыборные плакаты, вы должны были заметить мое имя, поскольку я являюсь кандидатом. Да, господа, честь моя безупречна, репутация не запятнана, и я обещаю делать все, что только в моих силах, чтобы послужить на благо общества. Итак, вы можете без всяких колебаний отдать ваши голоса мне». «Вы баллотируетесь в Конгресс или в Сенат?» — поинтересовался Боба. «На данном этапе пока еще нет, сэр. Возможно, впоследствии». «А на какую же должность вы теперь претендуете?» «О, сэр, неужели вы действительно не знаете, в чем дело? В третьем районе Бауэри открылась вакансия дворника народной школы, и выборы состоятся послезавтра. Я являюсь кандидатом от демократической партии, а репутация моя, господа, действительно без единого пятнышка, как я уже имел честь вам сообщить. Если вы проголосуете за меня, я обещаю поддерживать чистоту на участке возле школы и не дам ученикам курить в коридорах. Моим конкурентом является выдвинутый республиканцами Герберт С. Бромли. Мне не хотелось бы отзываться дурно о своих противниках, скажу только, что у мистера Бромли дурная слава, хотя он и бывший профессор университета. — Профессор Бромли, — медленно повторил Боба. — Помнится, я слышал это имя и раньше. — Конечно, вы о нем слышали. Его исключили из Государственного метеорологического института полгода назад. Он брал взятки, большие взятки. А теперь он стремится к общественной деятельности. — А как же мог метеоролог брать взятки? — спросил в свою очередь Джерри. Мистер Клейн развел руками и сказал. — Взятки можно брать на любой должности. Это ведь совершенно обычное дело. Но профессор Бромли зашел чересчур далеко. В мае он два раза подряд объявил, что ожидаются страшные ливни, настоящий потоп и что дождливая погода продержится три недели без перерыва. А что же оказалось? Как раз наоборот. Четыре недели над Нью-Йорком стояла жара. В небе не облачко и сушь такая, что городские власти стали ограничивать потребление воды. Неудивительно, что профессора Бромли уволили с работы и приговорили к штрафу. Боба покачал головой. — Мистер Клейн, я все-таки не понимаю, какая связь между жарой в Нью-Йорке и взятками профессора Бромли. Мистер Клейн сочувственно усмехнулся. — Дело в том, господа, что склады фирм, производящих зонтики и калоши, были завалены готовыми изделиями. Фирмы обратились к профессору Бромли и попросили его предсказать длительный период дождей. Хотя профессор Бромли отлично знал, что впереди много солнечных дней, он предсказал дожди. Деловые люди воспользовались его прогнозом, и за полдня в Нью-Йорке были распроданы все без остатка зонты, плащи и калоши. Таким образом, людей обманули, а за этот обман фирмы и компании заплатили профессору Бромли десять тысяч долларов. Вы только подумайте, господа, десять тысяч долларов чистоганом. И теперь этот аморальный ученый добивается места дворника народной школы третьего района Бауэри. Но это ему не удастся ни в коем случае, если все жители Бауэри на выборах отдадут свои голоса мне. Мистер Клейн сделал маленькую передышку, а затем подвел итог. Уважаемые господа, не пренебрегайте вашим правом голоса. Боритесь за демократию и отдайте голоса мне. И заодно скажите всем друзьям и знакомым, что Харрис Клейн — единственный достойный кандидат на место дворника народной школы третьего района. А вот это, господа, это вам две маленькие листовочки, в которых говорится о моих деловых качествах. Я сам издал эти листовки. Прочтите, проштудируйте, и вам сразу станет ясно, что демократическая партия имеет все шансы на победу. Благодарю вас, господа. Если у вас имеются какие-нибудь вопросы, я готов ответить на них. Боба отрицательно покачал головой. — У нас нет никаких вопросов, мистер Клейн. — Или, погодите, какая у вас профессия? — Раньше или сейчас? — И то, и другое. — Я был камебояжором, а в настоящее время я женат. — Хорошо, мистер Клейн, желаем вам счастья и успеха. Тысячу раз спасибо, господа. Вы можете на меня положиться. Благодарю вас, благодарю. Мистер Клейн, пятясь, вышел из комнаты и в дверях еще воскликнул. — Итак, до завтра, господа. Пусть ваши голоса решают. Когда дверь закрылась, Боба вздохнул с облегчением. Счастье, что змеи не было дома. Ему всегда становится дурно при слове демократии. Беспечно заброшенный в сердце Нью-Йорка Бауэри дремал в объятиях полуночи. По узким улочкам и переулкам бродило несколько веселых Магдалин с очень тяжелой походкой и безрадостными лицами. Откуда-то издалека послышался стук копыт. Это проехал отряд конной полиции. Ночь шла, прихрамывая и тяжело дыша. Сон Джерри был беспокоен и прерывист. Он спал возле психолога на расстеленном на полу тюфике, и в голове его голопом проносились образы бессвязных сновидений. В этой сумятице снов четко выделялся лишь один центральный образ — лицо Джоан. Все, что было по краям, тонуло в неясном тумане. То и дело он просыпался, вздрагивая и выкрикивая какие-то непонятные слова. Но Боба спал спокойно. Его душевного равновесия не нарушали путанные шизофренические галлюцинации. Он и в трущобе Бауэри был так же счастлив, как некогда в своей комфортабельной профессорской квартире. Он приспособился к внешней среде и во всем видел относительно светлые и теневые стороны. Если, например, спишь на полу, то не приходится бояться, что упадешь с кровати. Десять месяцев он спал, не раздеваясь и не укрываясь, положив под голову какой-нибудь замусоленный печатный труд. Был далек от физического порога раздражительности и вообще, по-видимому, не ощущал никаких неудобств. Под утро Джерри и Боба проснулись от громких криков. Писатели-бродяга прибыли в общее жилище, совершая обычный широкий вираж. Им привалило счастье. Какой-то пьяный господин бросил в протянутую шапку писателя десятидолларовую бумажку. Бродяга тут же повел своего слепого товарища в кабак покупать лестницу на небо. Как люди доброго сердца, они не позабыли и о своих друзьях и принесли домой запечатанную бутылку райской атмосферы. Джерри не имел ни малейшего желания вставать ни свет ни заря для такой утренней зарядки. Но не мог он не подчиниться правилам интеллигентного общества. Он выпил и опьянел, а опьянев, позабыл о своем несчастье. Писатель говорил что-то, но так невнятно, словно кто-то наступил или сел ему на язык. Он вновь ощущал свое величие и неограниченное влияние своего таланта. Уступив настойчивым просьбам бродяги, он достал из кармана кипу мятых засаленных листков, испещренных каракулями, плодами его вдохновения. — Правда, Максвелл, прочти нам что-нибудь из своих стихов, — поддержал Боба. Дрожащие, давно не мытые пальцы писателя перебирали бумажки, а его кработочащие глаза отыскивали слова. — Вот одно маленькое раздумье, которое не подошло для журнала Генри Люса, — сказал писатель с горечью. — Оно показалось несколько темным. Все замолкли. Максвелл Боденхейм, великий певец Бауэри и американский Золя, расправил скомканный листок и стал читать благодарной аудитории одно из последних творений гаснущего таланта. — Горы так малы пред лицом небес, горы так огромны в глазах людей, горные вершины встречаются на великом поприще равенства, а река течет медленно-медленно бесконечною мутною лентой. Рвется вдаль река, чтобы очиститься, вдаль уносится облако странное, словно тень человека, что все потерял, кроме бессмертной мечты. Голос писателя задрожал, и вдруг он расплакался на взрыд. Он встал, пошатываясь, скомкал бумагу и швырнул свои стихи в печку. — Максвелл! — закричал бродяга. — Зачем ты сжигаешь стихи? Писатель горько засмеялся. — Они лучше согреют нашу комнату, чем журнал миллионера Генри Люса. Больше я не напишу ни строчки, ни строчки. — Боба, налей мне стакан, пожалуйста. Я погиб как поэт. Писатель залпом выпил целый стакан и бросился на свою скрипучую железную кровать. Через минуту он уже спал и во сне громко храпел с раскрытым ртом. Бродяга подошел к изголовью постели писателя, снял у него с волос таракана и бросил в печку. Стало светать, и друзья заметили, что постель змеи пуста. Бродяга встревожился, но психолог пытался, как всегда, найти благополучное объяснение. — У змеи большой круг знакомств, и спешить ему некуда. В начале дня друзья узнали, что бывший актер Джон Фитджеральд ночью был арестован. Он пытался совершить кражу со взломом в продовольственном магазине на 43-й улице и был задержан на месте преступления. В коротеньком газетном сообщении упоминалось, что знаменитый во времена немого кино человек, у которого тысячи лиц, последние годы жил в большой нужде в пользующемся дурной славой трущобном квартале Бауэре. Новость породила долгое гнетущее молчание. Наконец Боба сказал подавленно. — Он был слишком горд. Он не хотел просить милостыню и не желал браться за любую работу. — Джерри может теперь занять его постель, — сказал писатель, растирая с похмелья виски. — Хорошо, когда у человека есть постоянное место. Это усиливает чувство социальной обеспеченности и любви к обществу. Джерри поблагодарил товарищей за внимание и доверие, хотя в душе решил, так больше продолжаться не может. Около полудня Боба и Джерри отправились на поиски еды для всего интеллигентного общества. Джерри предложил пойти в кафе Джо, где он имел возможность получить завтрак с помощью хиропрактики. Но Боба не согласился на это предложение. — Слишком долгий путь. Пошли лучше в оазис. Там и выбор больше. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделки лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623. Геннадий Анатольевич